Сотрудниками полиции Межмуниципального управления МВД России Люберецкая при силовой поддержке специального полка полиции Главного управления МВД России по Московской области в городском округе Котельники проведено оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на выявление и пресечение незаконной миграции. Сотрудниками госавтоинспекции проверено 259 транспортных средств, в том числе такси и автобусов. За нарушение правил дорожного движения на водителей составлено 36 административных протоколов. Также в ходе рейда 7 нелегальных мигрантов за нарушение режима пребывания в Российской Федерации привлечены к административной ответственности. На каждого из них наложен штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы страны. Сотрудниками полиции Управления МВД России по городскому округу Электросталь при силовой поддержке специального полка полиции Главного управления МВД России по Московской области в поселке Случайной проведено оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на выявление пресечения незаконной миграции. В ходе рейда по информационным учетным базам проверен 21 уроженец одной из республик Средней Азии. Всего в результате операции составлено 18 административных протоколов. Из них за нарушение режима пребывания на территории Российской Федерации 14 нелегальных мигрантов привлечены к административной ответственности. На каждого из них наложен штраф в размере 5 тысяч рублей. Три иностранца будут выдворены за пределы страны. Приехали на строительную площадку, выявить мигрантов и нелегалов. Вот так выглядит кухня. Здесь ничего не проветривает, запахи. А это большая столовая. У меня есть все документы. Я из Узбекистана. Приехал в февраль. Было нормально все. А семья там осталась? Да, семья там осталась. Жена? Да, есть. Есть у меня одна дочь. Дочь есть. Да, я хотел вообще-то работать в ноябре. Достаточно платишь, чтобы туда вернуться с какой-то денежкой? Да, нормально остаться. Год уже? Да. Откуда приехали? На Узбекистан. А там семья есть? Да. Получается откладывать, как-то отправлять деньги семье? Да, деньги тоже дают. А долго планируете еще здесь жить? Нет, после года идем, а дома. Но у вас все с документами нормально? Да, все нормально. Проверили площадку и выявили нарушителей. На Хилокском рынке сегодня прошел рейд. Сотрудники прокуратуры и полиции изучили документы торговцев. Искали тех, кто живет и работает в Новосибирской области нелегально. Прокуратура Ленинского района города Новосибирска совместно с главным управлением МВД России по Новосибирской области проводится проверка соблюдения миграционного и административного законодательства на территории Хилокского рынка. В том числе законность пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации. В настоящее время проверено уже 50 человек. У шестерых из них установлено нарушение. Проверка продолжается. Такие проверки ведомство проводит регулярно. Место популярно. У приезжих мигрантов там работает много. Торгуют овощами, фруктами, специями, орехами. Но не все оформляют свое пребывание в России и деятельность официально. Какое наказание грозит нелегалам, в каждом случае уполномоченные органы решают индивидуально. Кем работаете? Кем работаете здесь? Я здесь помогу, да? Ну, помогаете в чем? Очередной рейд по выявлению нелегалов среди мигрантов проводится в заведениях общепита и торговых точках 5 микрорайона. Правоохранители проверяют у иностранных работников документы, удостоверяющие личность, регистрации и трудовые патенты. Если в миграционной карте цель визита стоит работа, они обязаны в течение месяца, в течение 30 дней получить патент, оформить его и далее продлевать свою регистрацию по патенту. Патент выдается на год, патент заканчивается, переоформляют патент, дальше делают регистрацию и, пожалуйста, находятся законно. Отсутствие регистрации, разрешение на работу, истекшие сроки действия обязательных документов. Любое из этих обстоятельств является нарушением требований российского законодательства и влечет наказание, предусмотренное Кодексом об административных правонарушениях. Как минимум штраф, как максимум выдворение из страны. Собирается документы, материалы в суд и выдворение со штрафом и с принудительным поселением в центре содержания иностранных граждан города Сургута. С начала года через суд выдворено 11 иностранных граждан. Высланные нелегальные мигранты являются гражданами Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана и Белоруссии. У меня живет мой брат, он что за соперник? Проверка документов. Проверка так не бывает. Как не бывает? Он иностранный гражданин должен с собой носить документы, как сказать тебе. У брата есть документы? Есть. Пусть покажет, его крошу. Очередной рейд снова выявил несоблюдение миграционного законодательства. Работница торговой точки, гражданка Киргизии, просрочила свою регистрацию, за что получила административный штраф. Другие иностранные работники к ответственности не привлекались. Работа по выявлению нарушений продолжается. В октябре в Пытьяхе начнутся массовые проверки мигрантов. Лилия Матиенко, Данил Яковлев, телекомпания Пытьяхинформ. Первым в списке значился магазин «Джилибыли». Здесь предприниматели из Таджикистана осуществляют торговлю фуруктами и овощами. Акрам Джон приехал в Ленск три года назад на заработки по приглашению дяди. Совместно открыли бизнес и, надо сказать, он довольно неплохо идет. Сразу в миграционную сторону уже пообратились. Потом после 8 ноября учет ставили туда. Заключили трудовой договор. Хасановка был женом. Потом все здесь работаем. У вас одна торговая точка? Ну да, сейчас пока одна. Есть некоторые, еще хотим другие точки тоже открыть. После овощного магазина группа проверяющих отправилась в кафе неподалеку. Открыли его иностранные граждане, приехавшие к нам из Киргизии. Войдя в помещение, мы увидели большое количество посетителей. Сразу бросилась в глаза уютная атмосфера и чистота. В основном шаурма есть. Шаурма хорошо продает. Продаем. Остальные тоже хорошо. Плов. Плов очень вкусный. Лагма жареная, жидкая. Говядина самса, куриная. Владельцы кафе уже давно проживают на территории Ленского района по виду на жительство. Обратились в миграционную службу для получения гражданства. Ирина Сафина, руководитель миграционной службы, рассказывает, что законодательство предпринимателей никогда не нарушают. Заехали с проверкой на стройку за утре семерки. Здесь ведется строительство нескольких высоток. К работе также привлечены иностранные граждане. Бригада из 20 человек. У меня облицовка, кирпич строим, делаем кладку, облицовка. Сотрудники миграционной службы проводят рейды регулярно. Это мероприятие необходимо, так как поступления, связанные с нарушением миграционного законодательства, имеют место быть. В связи с этим усилена контрольная и профилактическая работа с индивидуальными предпринимателями и организациями Ленского района, которые привлекают на работу мигрантов. Вообще проверяем общепиты, торговые точки и жилищный фонд на предмет нахождения, пребывания иностранных граждан. Проверяем на предмет законного нахождения, а также на предмет подачи работодателям уведомлений, на предмет заключения трудовых договоров. и на предмет заключения самих трудовых договоров, наличия трудовых договоров, фиктивных трудовых договоров. Осуществляются выезды в связи с необходимостью таких проверок. Мигранты, проживающие в Ленске, уже не первый год стараются не нарушать законодательство, а вот вновь прибывшие нарушают режим пребывания. Но такие случаи очень быстро выявляются и пресекаются. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск.